Наталья Фальконе Девочки и мальчики, мои дорогие, привет! Привет! Сегодня будет у нас в гостях человек, сказать, что он интересный, наверное, ничего не сказать. Я скажу так. Человек, который похитил мое сердце и мою душу. Я навсегда стала его фанаткой. Или фанатом, как правильно говорить. Однажды я сидела в ютюбе и смотрела шортсы. Знаете, вот так мы делаем. И вот я, один из шортсов, попался мне вот этот человек. Я буквально хотела его, как говорится, свайпнуть. Но вдруг произошло то, что произошло. Я чуть не упала с дивана. Я честному говорю. Я сейчас вставлю вот маленький кусочек видео, да, чтобы вы, те, кто не видели, потому что я говорила об этом человеке, я, как говорится, говорила на прямом эфире, делала видео. Но те, кто не видели, чтобы вы посмотрели, кто у нас будет в гостях. Зовут его Дмитрий Кравченко. Он один из талантливейших поэтов нашего времени. Живет он в России. Погнали. Зеленоглазая, красивая такая. Чем тут занимаешься, расскажи. Общаюсь просто. Хочешь, в игру поиграем? Какую? Тебе нужно предложить любое слово, а я попробую на это слово стихотворение придумать. Давай на мороз. Мороз. Хорошо. Они стояли у реки и целовались на морозе. Он посвящал ей все стихи. Она о нем писала в прозе. Рука в руке, глаза в глаза, он шепчет ей тихонько фразы. От счастья катится слеза и застывает почти сразу. Луна сияет, как прожектор. Сердца горят у нее в груди. Застыл момент блаженный этот. У них все только впереди. Прикольно. А как ты так голоса изменил? Это программа такая специальная. Ее знаешь, за что дают? Когда вот кнопку получаешь вот такую, тебе сразу же программу такую дают. А в ютубе как ты записан? Записан Дмитрий Кравченко в ютубе. Это ты? Я обещала вам. Я вам обещала. Вы посмотрите. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами можем на ты или на вы? Я даже не спросила. Можем на ты абсолютно. Да, Дмитрий, давай на ты. Как бы мы оба молоды, поэтому да. Мы на ты. Дмитрий, я сначала вас представлю, конечно, или вы сами представитесь. Может, я вас неправильно представлю. Да, я могу просто сказать, Дмитрий Кравченко, поэт. Да. Великий русский поэт, скромно. Да, 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 да. Дмитрий Кравченко, который недавно совершенно, как я сказала, покорил мое сердце и душу. И я просто навсегда осталась его фанатом. И то, что вы согласились делать со мной интервью, это, конечно, отдельный подарок для меня. И я очень благодарю вас за то, что вы... за то, что ты... А, да. Да. Все-таки выбрал время и нашел для нас. Хочу отдельно сказать от своих подписчиков, что мне столько написали. Наташа, спасибо, что ты нашла для нас, Дмитрия. Мы просто не спим теперь ночами. Так что... Да, спасибо большое. Мне тоже пишут ваши... твои подписчики. Уже в группу добавились. Пишут мы от Натальи, мы от Натальи. Это очень приятно. Да, у меня очень хорошие подписчики. Такие же, как у вас. Знаете, есть такое выражение, какой блогер, такие подписчики. Поэтому вот как бы так и есть. Ну что, я буду проводить с вами, наверное, не интервью. Мы просто, наверное, будем беседовать, как я обычно люблю. Я не люблю интервью. Это, знаете, вопрос-ответ, это как-то так. Мы будем с вами беседовать. И если у меня во время беседы будут возникать какие-то вопросы, я, наверное, буду перебивать. Потому что я как бы вот такой человек. Знаете, когда не успеваешь, вдруг забудешь что-то спросить. Вот такое бывает у меня. Хорошо. Так, Дмитрий Кравченко, которого я обнаружила для себя совершенно недавно, наверное, дня три назад. Просто уникальный парень. Уникальный не потому, что вы в Ютьюбе, а потому, что вообще, во-первых, вы пишете стихи. Это уже говорит о вашем внутреннем мире. Честно говоря, немножко жалко, что сейчас в мире все меньше и меньше остается людей, которые любят поэзию. Это действительно так и есть. Но я хочу начать свой рассказ о вас или услышать рассказ от вас с того, что вы родились. Вы родились в каком городе? Я родился в маленьком городе, в Краснодарском крае. Это на юге России, город Армавир. Я там родился и жил до 17 лет, пока не уехал в Ростов. Так. И вот родился Дима Кравченко. Да. Ну, люди не рождаются, умея писать стихи, да, допустим. Как вообще это произошло? Как вы обнаружили о том, что вы умеете писать стихи? Может, вы написали, я не знаю, для девочки, для какой-то или что-то. Расскажите. Ну, как раз, да, в 16 лет, получается, я впервые приехал в Ростов-на-Дону, тогда на подготовительные курсы, поступать в университет. Увидел девочку, она мне очень сильно понравилась, и я впервые тогда написал стихи. То есть это Ростов-на-Дону, это почему я говорю, что я с Ростова, и почему Геннадий из Ростовской области, потому что это город моего творческого становления, и я тоже его считаю родным, как Армавир, потому что он там меня полностью раскрыл. Так. А девочке стихотворение-то понравилось? Она, по-моему, мне кажется, даже его и не видела никогда. Поэтому это так, как это было? Тайные скрытые чувства, которые остались внутри молодого поэта. Вот так. Ну, а как вы так вот обнаружили? Я сейчас пойду стихи писать. Значит, что-то у вас такое было? Это просто пошло изнутри, просто пошло изнутри, и всё. И это нельзя как поток, который идёт откуда-то сверху через тебя, и ты не можешь его остановить. Тебе просто нужно успеть всё это записать. Примерно так. Слова приходят, а ты только... Они же оттуда приходят, я же их не придумываю. Вот я как проводник между той частью и этой частью. Я просто доношу то, что хотят сказать. А бывает такое, что вы просыпаетесь, и вдруг у вас стихотворение там как... Да, конечно. Обычно вот промежуток, когда ты просыпаешься, и у тебя мозг ещё не включился в работу, ну, так сказать, не загрузился проблемами бытовыми, и тот период, когда ты отходишь ко сну, и мозг уже разгружается от бытовых проблем, вот это лучшее время для творчества. Когда мозг полностью чистится от ненужной информации, и ты можешь настроиться на творчество. Вот это лучшее время для написания. А кто вообще заметил ваши стихи? Как ты их показал? Как ты показал? Кому ты показал первый раз стихи? Ну, я их выкладывал, я их выкладывал во Вконтакте. Я всегда выкладывал. Как я начал писать, я так их выкладывал. А потом уже, когда в университете я был, у нас был студенческий культурный центр, и я хотел заниматься творчеством, а я на тот момент уже был в сборной области по борьбе. То есть я борец, который хотел заниматься творчеством. И я пришёл туда, говорю, здрасте, хочу заниматься творчеством. Она мне говорит, а что ты умеешь? А там была художественная руководитель, она тоже поэт. Она детский поэт, член Союза писателей. И она руководила студенческой культурной педагоги. Что ты умеешь? Я говорю, да я стихи пишу. Она такая, ну принеси мне посмотреть. Я принес там наброски каких-то своих первых проб пера. Ну и надо отдать ей должное, что она посмотрела и не сказала, что все это нужно никому никогда больше не показывать. Вот, она сказала, что молодец, так держать, давай к нам, ты наш. И все, и вот она мне дала какой-то такой творческий толчок к тому, что она вот серьезно состоявшийся писатель, выпустила там столько книг. И она мне сказала, что да, тебе надо дальше писать. И я такой, ну отлично, я буду дальше писать. И это был такой первый толчок. А почему вы думаете, что она должна была сказать, что надо все выкидывать? Ну я же знаю, я же спустя время могу оценить, что это было и что это надо было выкинуть. Поэтому я это могу понять спустя время. А вот ваш голос, он как, он поставлен, этот голос? Или вот он у вас... Да, конечно. Изначально, я говорю это часто на эфирах, что я разговаривал так, как Геннадий разговаривает. Ну, гипертрофирован. Геннадий, конечно, гипертрофирован абсолютно. Но в целом у меня был такой говор, потому что я с маленького южного городка, и там очень много людей так разговаривали. Потом уже, когда я переехал в Ростов, я более-менее как-то наладил свою речь, но все равно и эко не было, и протягивание гласное было. А потом уже, когда я устроился работать на радио, то из меня это очень быстро выбили. Очень быстро. Да, я видела вот эту историю, что вы работали на радио, с очень известными людьми работали, но вам там не понравилось, да? Нет, почему? В Ростове замечательно было. У меня была замечательная коллега, с которой мы сейчас по средам в телеграм-канале делаем радиоэфиры. То есть радио для нас на радио закончилось. А в Москве? В Москве вы были тоже на радио. Ну, в Москве это уже другая история. Я там поработал полгода на радио, и вот туда, да. А так-то 4 года в Ростове-на-Дону отработал на радио каждый день эфир. С 7 утра у нас был. Так что да, 4 года каждый день в эфире. Расскажите, у вас есть какая-нибудь такая история, которая с вами произошла на какой-нибудь концерте? Вот такое что-то очень интересное. Не обязательно смешное, но очень-очень вам запомнилось. На концерте? Ну, у меня был один из первых концертов в... А, ну вот да, у меня была первая презентация в Ростове-на-Дону, первой книге. «Счастье проще чем». И пришел полный зал, это было в Донбассской государственной публичной библиотеке, большой зал. Пришел полный зал, там человек 70, наверное, было. И пришли туда родители, соответственно. Ну, как бы никто не знал, как выглядят мои родители. И прошла презентация, я в конце презентации говорю, «Уважаемые, ну, если у кого-то есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их, если хотите». И отец в конце аудитории стоит, поднимает руку и говорит, «Дмитрий, за вас, а можно я вопрос?» Я говорю, «Ну, давайте, какой у вас вопрос?» Говорит, «А вы планируете в спорт возвращаться, или так дальше и будете стихи писать?» А никто не знал, что это отец, ну, только потом уже, соответственно, поняли, что это был отец. Тогда, ну, батя очень тяжело относился к тому, что у меня творчество преотбалдало над спортом, потому что я же в какой-то момент все равно завязал с ним и ушел полностью в творчество. А ведь у вас были очень большие успехи? Ну, я бы не сказал, что были очень большие успехи, ну, достаточные, да. Можно было бы и больше, если бы остался, и были бы больше успехи, но предпочитать на другой путь. У вас ведь очень высокий рост. Сколько? 195? 195, 195 сантиметров. Вот это вот, вот это парень! На молоке, на смитане взрослый. Очень много людей думают, что я низкого роста почему-то. Вот недавно концерт в Питере был, в Новосибирске, и люди подходят ко мне, смотрят США вот так, потом вот так поднимают, говорят, а мы думали, что вы очень маленького роста. Ну, на экране вот так не определишь, какого роста, но я, так как я посмотрела о вас, я думаю, ничего себе парнина, он красавец. Да. Скажите мне, и как пришла к вам идея быть блогером? Ведь как-то это... Быть блогером? Да. Ну, а вы не приходи, я же, если я тут, по сути, блогер кто? Это тот человек, который что-то пишет в социальных сетях. Стихи выкладывал в социальных сетях, я с 17 лет... Ну да, а вот это вот преображение? Это преображение, оно появилось случайно абсолютно, это был еще ТикТок, работал у нас, и в ТикТоке появилась возможность проводить прямые эфиры. проводить прямые эфиры и подключаться к случайным людям. То есть ты мог на 5 минут подключиться к случайным людям и пообщаться. Я, соответственно, подключался, просто читал стихотворения, а потом кто-то из подписчиков написал, Дмитрий, типа, вы же актер, давайте мы, говорит, попробуем подключиться, прикинуться там, ну, каким-то, кем-то, а потом прочитать нормальные стихи. И я такой думаю, ну, а что бы и не попробовать? И вот родился этот образ Геннадия, тогда еще ни шапки не было, только была майка, вот алкоголичка была, и все, шапки тогда не было. И вот это был такой, ну, это даже не Геннадий был, это больше был какой-то такой придурковатый парень, который очень сильно, очень сильно гэкал, очень сильно отыгрывал эмоции, и потом, ну, соответственно, это можно посмотреть в первых самых нарезках, найти этого. Да, да, вот он был в самых первых нарезках. И, соответственно, вот случайно абсолютно мы попробовали, у меня там был онлайн человек 50-60, а когда я начал делать этот образ и подключаться, онлайн вырос до 3000 человек очень резко в ТикТоке, и он бы продолжался дальше, был бы очень большой рост, потому что у меня на тот момент уже было полмиллиона подписчиков в ТикТоке, и это было бы очень, 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 если бы не закрыли, в общем, там бы уже миллионов пять, может быть, и больше было бы точно подписчиков. Ну, закрыли, и как бы все остановилось на целый год. Примерно так. И вы решили выйти в YouTube? Ну, случайно абсолютно я вышел в YouTube, то есть я целый год сидел, я очень сильно расстроился из-за того, что ТикТок закрыли, потому что я там возлагал на него большие надежды, и там, ну, и сил, и времени я очень много вложил туда, а вот закрыли, я подрастроился, а потом в какой-то момент сижу, думаю, а что бы не выйти в YouTube? Я вышел в YouTube, там первый эфир был 10 подписчиков онлайн, ну, не подписчиков, просто 10 человек онлайн, второй эфир, там человек 30-40, третий 100, а четвертый уже полторы тысячи, то есть люди просто нашли, это увидели, и все, это круто, здорово, уникальный контент, там ты несешь добро, ты правильные вещи делаешь, ну, и вот так аудитория начала формироваться. Еще какое добро, еще какое добро, я кричала, прям, я говорю, этот человек показывает, что нельзя судить людей по внешности, то есть вот посмотрите, как, это вот, как люди меняются, как с них падает эта маска, вот этого невежества, да, грубости, им стыдно за себя становиться, они сидят, и видно, что им стыдно, даже мне за них стыдно, я вроде их не знаю, мне перед вами за ними стыдно, вот такое ощущение идет, то есть просто, и, а вот когда вы выходите, вот когда ты выходишь, как Геннадий, и люди тебе начинают грубить, то есть ты знаешь, у тебя нет такого желания, что вот прям побыстрее, побыстрее от них уйти, или тебе наоборот интересно становится? если я понимаю, что из человека ничего нельзя вытащить, то, конечно, ну, разные случаи были, были случаи, где, ну, пару раз, когда у меня было очень плохое настроение, мы прям доходили до конфликта, доходили до конфликта, но тут включалась моя аудитория, и человек, который был на той стороне, очень сильно жалел, потому что я никогда, ну, я ничего не просил, и моя аудитория находила этого человека, потом в социальных сетях, и начинала ему писать, и говорить, да ты же, ну, вот, скидывай ссылку, да посмотри, да что, как, и доходило вплоть до того, что человек потом находил, заходил на эфир, извинялся, писал, что я был неправ, я больше так никогда не буду, и так далее, но в целом, я как бы вижу, если вижу, что ничего не вытащить из человека, начинается откровенный негатив, я просто переключаю, а иногда, иногда этот негатив можно повернуть во что-то интересное, ну, куча нарезок есть, где люди там сначала что-то, ты, 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 а потом, опа, и как бы, как вот эта девушка, которая, которая, ты сказал, пойдемте к ней, сделаем рейд, вот эта девушка, которая сидела неприступная, вот в очках, я не помню, как ее зовут, да, феромониха, да, ну, да, дальше феромониха, да, она такая вся была из себя, и сейчас она говорит, боже, мне так стыдно, такая я дура, вот это вот интересное, но она, она изначально, да, у нее такой, она очень жесткий, у нее агрессивный контент был в Ютьюбе, и она, когда меня встретила, она тоже начала что-то там на меня, да ты че, ты че, ты че, потом, когда услышала голос, но есть же там прям нарезка, что она потом еще раз меня встречает, и вся такая, а, блин, могу, да, есть, 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 добрый вечер, солнышко моя прекрасная, афигеть, какая вы красивая, да, ебать, а что кола, не пивчик? чего? почему кола, не пивчик? то я, ну, этот, я просто спортом немного занимаюсь, поэтому, пью кока-колу, а ты из России? а? ты из России? да, из Ростовской области, знаете? да, и пьешь колу, ну, у нас, конечно, этот, знаете, у нас раки очень популярны, с пивом пьем иногда, но я сегодня нет, ага, а колу с чем пьешь? просто колу, она стоит уже три дня, я иногда подхожу, знаете, со стола возьму, да что-нибудь выпью, о, какая беда, а как вас звать? Дарья, добрый вечер, Дарья, очень приятно, меня Гена, Гена, да, а вы откуда в Адарья? я из столицы ВДВ где-то там, э, чего, ни фига не понял, если честно, да, столица ВДВ, Рязань, а, прикольно, классно, а вы там этот, в Рязани любите стихи? конечно, хотите, я вам стихи почитаю, родился и жил, почитаю стихи, Есенина, попробуйте, особенно Есенина, знаю, Шагане наизусть, хотите Шагане, это Есенинская стихотворение, а, а какое хотите Есенинская? давай, как сказать, Шагане? Шагане? давайте Шагане, хорошо, тогда специально для, специально для вас, стихотворение Шагане, ага, давай, Шагане ты моя, Шагане, а че, а че вы смеетесь? а я слушаю тебя, Геночка, я просто на тебя смотрю, любую, вспоминаю своего сразу мужа, 50-летнего, который не даром, ну, ну, так не смейтесь, не сбивайте, давайте я заново тогда, хорошо? я буду с покерфайсом, все, договорились, Сергей Есенин, Шагане, давайте, сделаю вид, что я учительница, чтобы вам поспокойнее было, продолжайте, Геночка, Шагане, потому что я с севера, что ли, и я готов рассказать тебе поле, проволнистую рожь при луне, Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромнее в сто раз, как бы ни был красивший раз, он не лучше рязанских раздоль, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле, проволнистую рожь при луне, по кудрям ты моим догадайся, дорогая, шути, улыбайся, не буди только память во мне, проволнистую рожь при луне, Шагане ты моя, Шагане, там на севере девушка тоже, на тебя она страшно похожа, может думает обо мне, Шагане это моя, Шагане. Ладно, я передумала то, что он на моего бывшего мужа 50-летнего похожа, это очень нормально, влюбиться в голос, несмотря на внешность. Я не знаю, вы скажите, вы мне ответьте, мадам. О май гад, да, это возможно, я проверила только что. Мадам, приятно, приятно. Ну хорошо, вы давно читаете? Читаю, ну достаточно, достаточно давно. Ну со скольки лет? Ну последние лет 15, наверное, читаю. Отлично, а свое что-то есть? Есть свое? Про что, на какую тему? На любую. На любую? Конечно, я обычно прошу короночку. А, короночку, про любовь пойдет? Свою, да, попробую. Хорошо. Я люблю тебя такую разноцветную, разноплановую и разноформатную. За то, что разбужен губами расцветы. За то, что украден глазами, закатами. За то, что на нервах моих, как на клавишах, играешь симфонии Баха, Бетховена. Ты мне, безусловно, и дикая нравишься. И этим любовь моя вся обусловлена. И этим она на бумаге подчеркнута. Кавычки взята, на цитаты развалена. Мне нравится знать тебя тихой и чокнутой. Мне нравится быть с тобой сильным и раненым. Мне нравится пальцами мчаться по линии твоей аккуратно очерченной талии. Знакомить тебя с Федерико Феллини и знакомиться с тем, как ты видишь Италию. не верить ни в то, что живут все законами, ни в то, что твердят в новостях и на кабельном, а видеть, как прячутся, ждет нас за окнами. Наш собственный мир для кого-то неправильный. Солнышко, как тебя еще раз зовут? Чего? Как тебя еще раз зовут? Дмитрий. А вот уже Дмитрий. Вот уже Дмитрий, Кравченко это уже лучше, да? Кравченко, да? Да. Google работает, как я понимаю. Вообще отлично работает. Zen, Google и так далее. Господи, это прекрасно. Спасибо. Максимально. Ну что, хорошего вечера тогда. Я понял, принял. До свидания. Спасибо большое. Как это классно было. О, мой гад. Это прям вау. Я не знаю, кто у меня в этой рулетке только не пел, не играл. Стихотворение читали люди. Но это, это была бомба. Я что, побежала дальше? Все, давай, рад был. Рад был. Пока-пока. Пока-пока. Да, Кравченко. Ну, я, почему я после... Почему я каждый раз после его тихо для меня? Ты, 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 ты. Я теку, блядь. Все. Не надо это вставлять в ролик. Я просто сказала своими, пацаны, не надо вырезки мои кидать. И что вы начали? То, что я говорю после разговора, это только своим говорю. Такая энергетика человеку, ну, просто пиздышен. Я не знаю, мне это не описать. Такой энергетоз бешеный. Я пересмотрела, вот вы представляете, я пересмотрела от корки на корки ваш канал, и я жду, когда следующее видео будет, потому что я, мне нечего смотреть, я захожу и думаю, когда, когда? Сегодня вы, наверное, его еще не смотрели. Нет, наверное, нет, сегодня не смотрели. Но у вас еще мало видео, потому что, и вообще, конечно, за год, у вас год всего каналу? 300 тысяч? Нет, каналу полгода. Полгода? За полгода 300 тысяч подписчиков? Ну, представляете, это большой успех. Да, да, ну, я не могу это оценить, мне все там говорят, вот, 300 тысяч за полгода, да ты уже зазвездился, да что? Я говорю, ребят, вы меня не знаете, или вы просто... Я ничего такого не почувствовала, никакого. Что там 10 тысяч подписчиков было, что сейчас 300 тысяч подписчиков, я также продолжаю со всеми общаться, если есть время, я лично отвечаю, где-то что-то там помогаю, подсказываю и так далее. Ну, и, конечно, чем больше людей становится, тем сложнее становится отвечать, и там люди начинают обижаться, но я стараюсь отвечать всем. И там очень часто сообщения проскакивают, типа, вот там менеджер, передайте Дмитрию, пожалуйста. Я говорю, да это не менеджер, это я, у меня нет менеджеров или еще чего-то, я все сам делаю, у меня нет никакой, я все сам, все сам, своими руками делаю. Это вообще просто, это уникально. Я вот, я просто смотрю вас и говорю, господи, я себя блогером еще называю. Вот где блогеры, потому что это такой талант, конечно, что ну, ну что, я говорю, а мы девочки сидим, моргаем просто глазами и все. Я даже не сказал бы, что это блогинг какой-то, блогинг это уже все равно, наверное, что-то, что-то другое, а я больше склоняюсь к образовательному, какому-то допросветительскому проекту, потому что мне очень приятно читать, ну, я даже скидывал скриншоты, для меня очень было показательно, меня очень сильно вывело это на эмоции, мужчина написал комментарий, Дмитрий, мой ребенок посмотрел ваш ролик, пошел в магазин и купил книгу со стихами, там, Есенина или еще кого-то, вот для меня это настолько было показательно, что, ну, слов не было, я чуть не практически прослезился, от того, что человек просто посмотрел меня и, блин, пошел купил книгу, чтобы почитать, ну, это же великолепно, это же... А я-то, я-то вообще Маяковского знала, только я достаю из широких штанин, и тут вдруг звезды, если зажигают звезды, я говорю, господи, да я Маяковского-то ведь не знаю совсем, ну, что мы выучили, да, ничего мы такого не учили, да, Есенина, Естин, а Маяковский для меня только вот достаю паспорт, это вот все, что было. Да, да, и такие красивые стихи, оказывается, у Маяковского есть, я тоже... Маяковского очень красивых стихотворений, единственное, что, ну, и почему я редко читаю на эфире, они у него в основном все длинные стихотворения, и они для эфира не очень подходят длинные читать, а вот что-то короткое, оно быстро всем начинает приедаться, просто что-то новое, я пытаюсь как-то отрывками Маяковского читать, ну, есть какие-то полюбившиеся стихотворения аудитории, которые перечитываешь, перечитываешь, и... Вот каждый из ваших стихов, из ваших стихов, просто уникальный, но на прямом эфире, я никогда не слышала, что вы читали вот этот стих, но я его обнаружила сегодня для себя, это город Н. Почему? Я каждый эфир его читаю в конце эфира, это... Ну, наверное, я пропустила, может, я была всего на двух эфиров у вас, поэтому я... У нас традиция, традиция, каждый эфир в конце эфира читаем город Н, да. Правда? Я сегодня его слушала, думаю, блин, вот этого я еще не слышала. Я не видел. Да, я с этим стихотворением выиграл Всероссийский фестиваль поэтический в 20-м году, и вот как раз книга многогранной, которая сейчас расходится по стране и за ее пределами, это как раз был мой приз за победу в этом Всероссийском фестивале. Ой, ну вы меня, конечно, просто извините, я на самом деле с вами познакомилась буквально три дня назад, поэтому, конечно, я все-то не успела, и вот... Ну ничего, вот я вам рассказываю, как она. Да, да, да. Ну я, конечно, буду просить вас что-то прочитать для нас, я уж хотела, конечно, в наглую попросить вас Геннадия это показать, но не знаю, захотите ли вы, но это такая, такая милота. Ну Геннадия, конечно, можно показать, тут же несложно на него переключиться, да. Геннадий это такой персонаж, который где-то всегда внутри нас живет, да. Но, да, Геннадий, конечно, это такой очень, как-то сказать, беспечный, беспечный, наверное, персонаж, который, он не понимает, что его обижают. Он наивный. Наивный, беспечный, да, такой как ребенок, одухотворенный ребенок, который хочет с людьми поделиться творчеством, вот так его назовем. И ему непонятно, что его пытаются обидеть. Он все это воспринимает там за чистую монету, типа, да, ну хорошо, значит, так и будет, все поделать, да, вот, поэтому, ну а как иначе, как иначе справляться? Я уверен, что очень многие из нас становятся Геннадиями, когда случается какая-то сложность в жизни, потому что не будучи Геннадием, ты не сможешь с этой сложностью справиться. Скажите, а вызывает у вас сложность, когда вы с Геннадием, вам нужно резко переключить свой голос? То есть я вижу, когда вы делаете вот так, у вас меняется лицо, и вы начинаете читать, а иногда у вас прямо с Геннадием, вот вы читаете стих-стих, как Геннадий, и потом сразу раз, сверху сейчас строчку, у вас вот как это? Нет, нет, просто надо подобрать момент, когда можно переключиться, и все, никакой сложности нет, ты можешь переключаться с Геннадием на обычный голос, и в этом ничего сложного. Я почему-то подумала, что это сложно, потому что вы как-то так делаете и сразу раз. Нет, нет, каждый раз формат меняется, и подписчики предлагают, чтобы была видна как-то смена образа. То есть было такое, что я рукой к лицу проводил, потом вот так делал, потом там отворачивался, потом я начал выпивать водички, что, мол, горло першит, можно ли я выпью водички, и голос тоже менялся. Ну, по разным пробуем, чтобы людям не приедался один и тот же, способ изменения персонажа, поэтому пробуем, пробуем что-то. Всегда слушаю, что подписчики пишут. Ой, Геннадий, ой, Геннадий, я прям Геннадий вас хочу назвать. Я не против называть. Нет, очень классно. Вы сейчас ездили на море, отдыхали? Было холодно, да? Ну, отдыхать отдыхом в плюс 10 на море, это не самый лучший отдых, это скорее так, небольшая вылазка в сторону побережья. Приезжайте во Флориду к нам и во встречи. Да, я бы с удовольствием посетил Соединенные Штаты, вот, но пока, пока мне, я хотел их посетить, пока студент там был по work and travel программе, но что-то не сложилось, сейчас уже пока непонятно, когда получится это сделать. Но с удовольствием бы, с учетом того, что аудитория оказывается тоже в Штатах большая, и русскоязычное сообщество тоже большое, в той же Флориде, там, в том же Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, можно заехать почитать по тому побережью, да. А покажите вашу книгу. Какую из? У меня просто здесь... А вот, которую вы все время показываете, да, вот эту. А сколько у вас книг? А сколько у вас книг? Вот здесь у меня еще ростовская сага, это роман мой, и свежий сборник стихотворений, называется «Опиши меня прилагательно», но это тоненькая книжечка, я ее издавал для конкурсов, чтобы по конкурсу присылать. Да, и вот эту книгу вы все время показываете. Покажите еще раз, там очень красивая. Так, да, роман. Нет, где ваша фотография? А, на многогранного, да, да, да. Когда вы показываете свою книгу, все вообще в ауте там. Да, причем люди, русскоязычное сообщество больше, больше поражается не серебряной кнопки Ютьюба, а больше вот именно книги... Ну, это радует. Это, кстати, радует. Да, 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 да. Это приятно, это приятно, что я вроде... Я очень долго ждал кнопку, пока она мне дойдет, потому что уже 300... Она мне пришла, когда было уже там 200 или 300 тысяч подписчиков. Но все равно пришла, приятно, я думал, что будет лучше делать контент с кнопкой, когда я ее показываю, но оказывается, что людям все равно на кнопку им книга больше нравится. Да, да, да. Вам вообще интересно самому выходить на прямой эфир? Вы получаете удовольствие от этого? Конечно, конечно. Мне нравится и с людьми разговаривать, подписчиками, да и в целом встречать интерес персонажей, потому что все равно такой небольшой отдых. Вроде и работа, а вроде и отдых с другой стороны. А канал принес вам много друзей? Вы много людей узнали лично? Да, да, да. Есть даже ребята, сформировалась небольшая команда, она называется команда Кравченко, с которой мы общаемся. Да, это ряд единомышленников, ребят, которые и не только со мной объединились, но они еще и друг друга нашли. То есть помимо того, что я, ну, как бы мы с ними знакомы, они сами объединились в отдельное сообщество, нашли общие интересы и общаются уже вот просто познакомившись у меня на эфире. Да, это классно. Это, наверное, ваши модераторы уже пошли. Ну, чай вот в основном кто модераторы, да, в основном это они и есть. Очень интересный был сюжет, когда вы сидели в рулетке и вдруг попали на модератора на своего девочку. Да, 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 она, ну, Настя долго пыталась меня найти, вот, и она пыталась меня найти, она хотела тоже сделать реакцию, ну, но я говорю, Настя, давай мы если попадем, то я всегда делаю, ну, живой контент, я не наигрываю, потому что очень много комментариев, тает все постанова, он этих девочек где-то нашел, я говорю, так вы приходите на эфиры, посмотрите, где я их нашел, да, и поэтому, ну, тоже я говорю, Настя, нет, давай постанов не будем делать, если встретимся, ну, здорово, круто, просто поговорим, расскажем, что постанов у нас нет, что вот мы все делаем по-настоящему. это правда, постанова, она все равно чувствуется, люди чувствуют постанову. Вон, куча блогеров, сразу я смотрю, я сразу вижу постанову, я, и те же пранки делают, я прям сразу видна постанова, я даже, даже дальше смотреть не хочу. Ну, да, это чувствуется, правда. Да, да. Очень интересно. А вы бы могли нам прочитать вот стих, потому что у меня-то ведь все равно у вас узнали, но не все. Давайте я прочитаю свежее, веселое, чтобы в грусть не уходить. Стихотворение называется, я долго думал, как его назвать, оно называется «Об остеохондрозе». Стихотворение такое. Я с детства славился осанкой. Моя прямолинейность плеч могла любую инстасамку замотивировать прилечь со мной на сладостное ложе. Но вот беда. С недавних пор, год или пару, предположим, расти внезапно начал горб. Прямолинейность на сутулость сменилась. Голову склонив брожу, и даже спинка стула не помогает. Тянет вниз. Когда с меня поржали дети, задеты были струны чувств. Я проклял все на этом свете и записал себя к врачу. Смог он легко найти решение. Дал объяснение сполна. Мой дорогой, проблема в шее. У вас на ней сидит жена. Круто. Это вы недавно написали. Да, это из свежего. Из свежего как раз. И очень заходит, очень заходит. На концертах уже проверено. Люди, люди, да, просто ухахатывают. Я сначала думаю, да, сейчас будет рецепт, как вылечить остеохондроз. Да, Потом раз, в конце. Да, ну, хороший рецепт, да, снимите жену шеи, и сразу остеохондроз пройдет. А как вы учились в школе? Вот у вас в школе, наверное, по литературе было пять? Я закончил школу с медалью, но русский литература, у меня, ну, русский было абсолютное знание, то есть у меня как-то от природы всегда было в порядке с русским языком, а литературу я не любил, и абсолютно, то есть я последние, ну, практически на занятиях ничего не сделал. То есть ты стихи, когда задавали учить наизусть, а вам это трудно было? В начальных классах нет, а потом у меня абсолютно пропала любовь к литературе, и я, наверное, примерно знаю, почему, я говорю об этом всегда, и когда там приезжаю в школы пообщаться, что правильно нужно доносить, то есть учителя, к сожалению, не могут донести поэзию до детей правильно, то есть ее надо правильно прочитать, ее нужно ребенку показать, как она может звучать, то есть почему вот там мне нравится, что пишут родители, вот дети тебя услышали, и захотели сами читать стихи, ну, потому что надо донести их хорошо, так, чтобы ребенок услышал и захотел эти стихи выучить. Вот и все, видимо, мне не так доносили, чтобы я хотел учить стихи, пока я сам к этому не пришел, и теперь пытаюсь людям донести, как стихи могут звучать. Вот это, вот если дети будут смотреть ваши рулетки, они все полюбят литературу, я вам серьезно. Я очень надеюсь, что дети будут смотреть рулетки, я знаю, что дети смотрят, плюс я дополнительно для маленьких деток в Телеграме записываю сказки, то есть очень много родителей включают сказки, я там периодически, сейчас, конечно, времени особо нет, я забросил это дело, надо вернуться, но там есть часть сказок в Телеграм-канале, под которые дети засыпают, очень хорошо, поэтому, в принципе, стараемся охватывать максимальную аудиторию, насколько это возможно. Вы представляете, какой бы был красивый мир, если бы все люди были, как Дмитрий? Ну, да, но тогда нет, вы знаете, тогда бы не было контраста, и не было бы понимания хорошего без плохого. Ну, плохого всегда бы было, хоть чуть-чуть, но чтобы не было много. Ну, да, поэтому хоть что-то, плохой контент должен быть, чтобы понимать, что такое хороший контент. А у вас есть брат или сестра? Есть родная сестра, младшая, да, тоже творческая архитектор, она под дизайн. да. То есть, родители вами гордятся обоими очень сильно? Я уверена. Да, да, абсолютно. Что теперь папа говорит про ваши стихи? Ничего, читает, подсчитывает, дает какие-то комментарии по Геннадию, по стихам, советчик такой хороший. похоже, как фотографию поставили оба в шапках. Одно лицо, да. Одно лицо. Так круто, фотография мне очень понравилась. Да, одно лицо практически. Все это отмечают. Вы знаете, еще хотела бы вас попросить еще одно стихотворение ваше прочитать. Оно стало моим любимым. Какое? Я просто слова-то не скажу, но в этом доме каждая простынь. Помню. Да, 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 я понял. Да, это стихотворение тоже одной из традиций эфира. Мой товарищ Дима Аквабудни, который недавно переквалифицировался в чтеца, теперь он тоже читает стихотворение. Вот это его любимое стихотворение. Он каждый эфир заказывает, чтобы я его почитал. Традицию. Думаешь, милая, это легко и просто взять и забыть тебя, будто бы страшный сон? Да в этой квартире каждая чертова простынь помнит твой первый и самый последний стон. В этих стенах вечерами орудуют призраки. Бьется посуда и фото на полках горят. Мне говорили, что истина видится издали. Истина в том, что не верил я истине зря. Истина в том, что ни времени водка не лечит. Истина в том, что и камни умеют рыдать. Мне не становится с каждой неделью легче. Весь календарь наш особенный шифр издат. Я постою, покурю беломор на балконе, взглядом окину рассветший под окнами сад. Выкинув быч, я скомандую сердцу по коням. Сяду за стол и писать, и писать, и писать. Я ведь не дышала. Да, я видел. Я видел, я видел. Я правда не дышала. Я вот даже боялась дышать. Вы знаете, когда вы читаете стих, я вижу очень часто люди пьют, едят, вот это вот. Да? Да, есть. И вот когда это видишь, тоже просто разрывает на части. Ну, то есть, есть вот такое, да, у людей. Да, без культуры абсолютно. Ну, подписчики любят это отмечать. Очень много комментариев. Когда опять жрут, когда им стихи читают. Ну, и в таком роде, да, да, постоянно. Это просто очень классно. Я просто благодарю вас за ваше время, за то, что вы к нам пришли. Большое. Возможно, я не спросила много, но мне просто хотелось с вами пообщаться, познакомить вас со своей аудиторией. Я думаю, что, если что, ваша аудитория напишет вопросы, которые вы не спросили, и мы просто сделаем еще одну запись специальными ответами на их вопросы, которые, ну, которые возникнут. Потому что, в любом случае, вы, вас может интересовать одно, а аудитория абсолютно другое. Я думаю, что никакой проблемы в том, чтобы сделать еще раз, вообще нет. Ну, и, конечно, вы видите название Дмитрия канала на экране, и каждый, каждый, кто придет к нему, передавайте от меня привет. О, да. Спасибо большое. Всех будем рады видеть, пообщаться, познакомиться, поделиться добром и хорошим контентом, который мы произвыкли. Берите с собой детей, сажайте на эти эфиры и пусть дети любят стихи. Это самое классное. Спасибо, Дмитрий, большое. Огромное спасибо. Хорошего вам вечера, чтобы у вас было всегда настроение на то, чтобы что-то красивое написать. Я уверена, что оно всегда есть. Спасибо большое. Главное, чтобы была муза. А муза, я уверена, что есть. А, он сидит рядом. Супер. Здесь. Да. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Хорошего вечера еще раз. Блин! Только что закончилось интервью, девочки и мальчики, вы с вами посмотрели. Я не спросила столько, сколько я хотела спросить. Я на самом деле переживала. Я не знаю. Этот человек ворвался просто в мою жизнь настолько быстро, что я даже сообразить ничего не успела. И вдруг у меня интервью, и вдруг он согласился, как говорится. Да, и поэтому, вот как Дмитрий сказал, может, вы накидайте разных вопросов, а мы с ним сделаем еще одно. Я надеюсь, вам понравилось. И не ругайте меня, не ругайте, скажут сейчас. Ну, Наташа там это не спросила, это не спросила, там перебила. Ну, какая есть, вот такую и принимайте. Все, спасибо вам огромное. И не забудьте поставить лайки. Как говорит Винсент, ставьте лайки. Наталья Пальконе Наталья Пальконе Наталья Пальконе Наталья Пальконе Наталья Пальконе